итак привет криптоголики и криптоманы давайте сразу к делу bitcoin у нас прорывается через 14 тысяч долларов и что мы здесь видим мы видим что у нас октябрь выдался очень бычий месяц и достаточно отчетливые повышающиеся пики и повышающиеся минимумы и вот мы удерживаем сетку и мы и риббон сетку средних скользящих как поддержку в общем то все выглядит достаточно вполне себе очень по быче и самый прикол что мы уже переписываем предыдущий хай 2019 года вот этот вот хай который мы видим с вами здесь он уже переписан и тут он был у нас тенью проколота здесь мы такими плотными свечками туда идем что это значит ну в целом это значит что мы идем куда-то наверх но значит ли это что мы не можем сейчас увидеть коррекцию в 30-40 процентов в бычьем рынке нет не значит мы можем и давайте разбираться давайте взглянем на доминацию битка мы видим что она тоже устремилась наверх хорошо это или плохо для альткоинов но получается что плохо но смотрите тут какая вещь я кое-что нарыл интересное ну вот мы видим что за неделю биток набрал 8 процентов эфир уже отыграл набрал 5 процентов за неделю вчера эфир был минус 5 процентов но многие монеты такие как bitcoin кэш минус 12 процентов за неделю по биткашу кстати в конце выпуска очень важная информация досмотрите до конца обязательно binance coin минус 11 процентов за неделю и ос минус 11 трон вот минус 10 крипта датком минус 12 и фишка в том что всякие дефай монеты совсем хреново себя чувствуют он юнисвап 25 процентов сдал за неделю и вай фай где он там наш любимый вай фай юсли стокен минус 30 за неделю ну то есть как бы видим что альты сдуваются особенно define и то время как биток прет наверх это конечно очень круто но для всех альткоин холлеров возникает вопрос что же делать но давайте вернемся графику доминации я скажу здесь что я думаю смотрите альты нужно разделить в таком случае на старую гвардию и на define и так вот старая гвардия всякие лайткоины dash и посмотрите они уже на супер лоях к биткоину как я и говорил в своем предыдущем обзоре большом обзоре крипто рынка который сейчас появится сверху кто не видел посмотрите он нацелен больше на среднесрочную на долгосрочную торговлю не на скальпинг так что в этом плане все эти альты очень сильно недокуплены bitcoin кэш вообще сильно упал пробила уже нижнюю границу треугольника dash к витку очень сильно упал продаж мы тоже поговорим сейчас с вами подробнее и вообще на примере даши я бы хотел вам рассказать про стратегию как менеджерить риски потому что все же понятно если вы без плеч торгуете то как бы все окей вам особо нечего бояться вас нет цены ликвидации если вы торгуете с плечами то вам есть чего бояться у вас есть цена ликвидации и смотрите по дашу очень интересная тема он сейчас к биткоину находится на таких уровнях на которых был аж вот здесь смотрите вернувшись назад в историю вот здесь он тогда последний раз торговался ниже 500 тысяч сатоши это был 2014 год чуваки в августе 2014 вот он там торговался и потом уже с 2015 мы не видели дашь ниже полумиллиона сатоши это о чем-то говорит конечно и по дашу интересная тема у него супер медвежий выглядит график технический срез но при этом фундаментал у него супер бычий посмотрите вот хешрейт сети дашь он безоткатно растет у него безоткатный рост все это время наблюдался даже в сравнении если вот мы посмотрим хешрейт эфира видите он падал периодически сейчас возвращается только назад к своим предыдущим значением восемнадцатого года даже еще не до конца вернулся и также мы можем посмотреть хешрейт лайтка то же самое хешрейт лайтка видите он рос потом падал и вообще сейчас падает и даже не собирается пока возвращаться к пиковым значениям в то время как хешрейт даша и того же zcash растет у zcash похожая ситуация тоже хешрейт растет это фундаментально очень хороший показатель также растут и количество активных адресов количество транзакций в общем растет все кроме цены теперь посмотрите по дашу вот такая бычая новость во многих странах уже его принимают к оплате в магазинах в кафе вот посмотрите instant pay с помощью даши чувак с эксодуса отправляет на кассе транзакцию в даши который славится тем что у него очень быстрый блокчейн и очень низкие комиссии вот чувак отправляет 1 доллар со своего эксодуса обратите внимание платит при этом комиссию здесь не видно ну какую-то цент буквально меньше цента может быть даже но не не 10 долларов как в битке там сейчас вы можете заплатить или пять или в эфире все чувак за три копейки отправляет доллар в даши и через минуту буквально даже раньше вот он на экране подтверждение ему кассир выдает товар чек то есть чуваки но это реально use case это в этом плане дашь обгоняет биткоин в массовой адаптации вот и по поводу даша также теперь давайте поговорим про риски кто не видел две недели назад я постил видео дашь памп где забирать профит когда дашь отрос на 20 процентов по моему битку давайте взглянем этот момент на графике и поймем вот смотрите как было дело вот вот у нас был момент вот здесь мы аккумулировали дашь все кто подписан на нашу телегу узнают о том что мы трубим там за дашь и раздаем даже бесплатно дашь иногда для всех кто в телеге так что подписывайтесь обязательно и да если вы еще не подписались на канал я не знаю чего вы ждете это просто надо сделать чтобы быть в курсе всех последних тем поэтому обязательно нажмите на все кнопки колокольчики и так далее ну вот собственно вот здесь мы набирали дашь и после этого он помпанул на 20 процентов почти и я собственно в этом видео и говорил что я забираю часть профитов большую часть профитов я забрал то есть грубо говоря все плечи вот здесь были скинуты и дальше что мы увидели дашь ушел в коррекцию из настолько затяжную коррекцию он ушел что слава богу что я остался без плечей потому что смотрите он с этой нижней точки аккумуляции до туда где мы сейчас дашь упал уже на 21 процент к биткойна но это еще связано было с тем что биткойн начал дико расти и доминация начала расти и все альткоины посыпались но сейчас смотрите какая стратегия лично у меня сейчас когда мы отвалились еще на 21 процент я снова подключаю плечи потихонечку добираю дашь уже даже весьма агрессивный моем случае добираю дашь но как бы дисклеймер не финансовый совет вы сами смотрите на свой страх и риск теперь смотрите объясню насчет доминации что я думаю многие говорят мне в чате что чувак доминация растет но тут смотрите какая вещь насчет доминации доминация сейчас прет наверх на самом деле потому что сдуваются дефайные монеты в основном посмотрите по дефай пульс мы видим что капитализация дефая 11 миллиардов в то время как капитализация биткойна 260 миллиардов и это при всей капитализации рынков 400 миллиардов но при этом у старой гвардии о которой мы говорим с вами у недокупленных альтов у того же самого дашь капитализация меньше миллиарда всего 630 миллионов и соответственно если он сейчас сделает 3 или 5 иксов наверх то это особо даже никак не повлияет на доминацию поскольку на эти же три миллиарда которые он может набрать сдуется просто капитализация дефая понимаете и все то же самое касается и всяких там зи кэшей и додж коинов у них настолько низкая капитализация что их могут память сейчас в несколько раз и им никак не помешает доминация битка растущая наверх поэтому еще раз говорю сейчас по таким значением ну мое личное мнение я лично набираю сейчас дашь очень такими среднесрочными целями то есть опять же когда вы маржуете плечом то это краткосрочные цели но может быть среднесрочные вы потом просто плечи скинете когда он начнет расти и вернется вот к этим уровнем и останетесь в плюсе останется только тот дашь уже которая мне жалко держать дальше ходить опять же вы можете скинуть часть позиции вот здесь а потом перезайти когда он опять сходит в коррекцию если он сходит в целом вот он нам показал предыдущий хай в начале 2020 полтора миллиона сатоши то есть в принципе туда он и метит перебивать этот хай и дальше выше идти а это как минимум три с половиной икса оттуда где мы сейчас вот поэтому чё тут скажешь у рейвен коина очень похожая картина посмотрите рейван вот тоже он был недавно 200 сатоши 180 сатоши сейчас он торгуется по 80 сатоши и отбивается от нижней границы клина выход из которого по всем параметрам по теханализу наверх поэтому рейван тоже интересная сейчас покупка при этом chain link наоборот видите он был очень перекуплен за этот год и он сейчас идет вниз очевидно также как и вся эта дефайная шляпа юнисвап тоже посмотрите вниз чешет без откат уже меньше двух долларов потому что скидывают все кто получил бесплатный airdrop в том числе и дампит от тех кто покупает это сейчас на бинансе wi-fi тоже посмотрите уже практически пол битка стоит недавно он стоил 4 битка безоткатное падение идет поэтому мое мнение такое что сейчас дампится дефай монеты с ними связанные всякие рц 20 токены типа chain link но при этом накачивать что они будут конечно же биток эфир и стопудовую гвардию light talk dash и кэштон эфир классик тот же тот же ripple даже может стрельнуть стеллар потому что из этих альтов явно все сдували они сейчас просто перепроданы на дне чтобы все из них вышли психанули и после этого они начнут расти а так по чатам судя по чатам по комментариям в ютубе очень медвежий у всех настроение никто не верит в рост все шортят и это самый лучший environment как такой же как был в 2016 году когда мы сделали 20 иксов просто на ровном месте на невере и на шортах так что вот какие-то такие сегодня мысли я продолжаю следует своей стратегии немного даже удивлен таким большим скидкам но продолжаю покупать по ним эти самые монетки с целью естественно саккумулировать больше биткоина поэтому я и смотрю пара не к доллару а к биткоину поскольку к доллару все может пойти вверх и вниз но к биткоину я вижу явные уровни которые уже были пробиты и просто заходи не хочу но если вы до сих пор не зарегистрированы на бирже фемикс то сейчас самое время это сделать по ссылке из описания потому что на битмиксе как вы знаете ввели принудительные KYC и там вообще все очень стремно то что с ними сейчас происходит на бинансе тоже постоянно лаги какие-то не дают поторговать нормально вот на фемиксе этих проблем нет очень быстрый движок очень приятная биржа здесь вот есть куча торговых пар на споте вы можете торговать с нулевыми комиссиями по премиум подписки всеми вот этими монетами и также вы можете торговать с плечом фьючерсами всеми вот этими монетами том числе и золотом и дефайными монетами в общем очень много всего они тут добавили ознакомьтесь зарегистрируйтесь это займет у вас 10 секунд никакого KYC просто перейдите по ссылке из описания зарегистрируйте аккаунт диверсифицируйте свои риски ну и на примере фемикс давайте разберем с вами как правильно торговать вот мы видим допустим бит кэш к доллару что он очень сильно упал что мы здесь делаем с вами крутим вниз смотрим специфику контракта размер контракта 0 0 0 5 боче это что значит что один бит боче будет равен 200 контракта то есть контракты на разных биржах не всегда в долларах они зачастую своих каких-то исчислениях и на разных биржах по-разному бывает поэтому всегда смотрите контракция есть то есть тут чтобы взять один бит кэш нам нужно взять 200 контрактов ну и смотрите какой прикол вот мы если берем на 200 контрактов бит кэш в лонг то вот мы нажимаем buy long выскакивает это окошко мы видим что у нас даже цены ликвидации с вами нету а если мы возьмем допустим 5 бит кэшей сразу и посмотрим то у нас цена ликвидации уже будет 174 доллара 175 почти вероятность того что у нас смоет будет гораздо больше точнее она в принципе будет потому что если возьмем один контракт с обеспечением без плеча то у нас не будет ликвидации мы конечно же можем поставить всегда стоп лосс take profit но дело не в этом дело в том что если мы сейчас возьмем один контракт даже после такого хорошего падения то у нас всегда останется возможность докупить с вами еще если цена упадет сильнее и мы не будем дико переживать если сейчас цена упадет на 5 процентов скажем мы без плеча нам пофигу у нас с вами минус пять процентов на сделку мы потом докупаемся еще просто плечом если мы сейчас войдем с вами сразу в десятом плече то цена упадет на 5 процентов мы под мы уже теряем половину своих средств и мы естественно начнем психовать не не сможем там докидываться мы начнем продавать просто по убыткам резать убытки Даже если цена упадет на 3%, нам покажут минус 30%, мы начнем с вами резать убытки, и это будет жестко. Либо ставить стопы, которые по-любому снесет. Поэтому мы берем с вами просто прямо так по рыночной цене и открываем на 200 контрактов. И вот у нас один бэч болтается с ценой ликвидации в 5 центов, ну то есть без ликвидации. И в принципе это достаточно безопасно. Вот 0,7 плечо, то есть без плеча. И теперь цена, если упадет еще ниже, мы спокойненько докупим. Там, где тот, кто взял большое плечо, начнет продавать с большими убытками, мы спокойненько, без нервов, можем докупить еще. Также по аналогии, как я рассказывал сейчас про Dash. А теперь к разговору о том, как нельзя торговать. Вот мы берем и набираем сразу 1000 контрактов, и у нас с вами уже плечо 3,5. Если цена пойдет против нас, то плечо будет увеличиваться, соответственно, after leveraging будет происходить. И цена ликвидации у нас уже 175 баксов. И теперь, да, вот мы висим, и мы понимаем, что будет, потому что если цена пойдет вниз резко, то у нас пойдут большие убытки. И понятно, что если цена пойдет вверх, у нас также будет большая прибыль, но это же если-если. И, конечно же, в таком случае, если вы торгуете вот так, с плечами, то вам нужно ставить стоп-лоссы, которые, вероятно, будут выбивать. Вы к этому должны быть готовы. Поэтому в таком случае выставляем стоп-лосс, какой нам комфортно. И также тейк-профит. Допустим, если мы за предыдущего ставим стоп с потерей в 48 долларов, и при этом тейк на 269 куда-нибудь на уровень сопротивления с прибылью в 150 долларов. Ну, то есть лосс 50 долларов против профита в 150 долларов. Это типа нас устраивает. Вот. Ну, а в Femix Russian чате, собственно, проводится еженедельный конкурс. И сегодня как раз можно дать свой прогноз на цену биткоина и выиграть торговые бонусы на свой счет на эту биржу. В пятницу подводят итоги. И вот мы заходим в чат Femix и видим вот такую супер важную новость. Сеть Bitcoin Cash в настоящее время сталкивается с возможностью хардфорка. Что это значит для пользователей Femix? 5 ноября бессрочный контракт будет поддерживать только Reduce Only или закрытие позиций. А 6 ноября все позиции BCH и USDT будут закрыты на основе марк цены. Все отложенные ордера будут отменены. Короче, они принудительно закроют все позы. И в случае, если хардфорк будет проведен, то Femix не будет распределять 2 монеты. Короче, сейчас начнется паника на рынке. Скорее всего, все будут выводить свой биткэш. Поэтому, честно говоря, лучше закрыть нашу позу от греха подальше. И вот нас закрыло по стопу в профит. И это лучше, чем потерять. А на этом ознакомительная часть закончена. И для участия в конкурсе, вот мы берем, отвечаем на это сообщение и пишем 2 цены, куда может сходить биткоин, на наш взгляд. Можно написать верхнюю и нижнюю цены, в случае, если он пойдет туда или сюда. Вот я напишу 14800 и 13200. Все, отправляем и мы участвуем в конкурсе. Так что и вы попробуйте. Все ссылки в описании. Такой вот сегодня обзорчик. Завтра будет еще очень интересное видео на канале. Так что не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Всем профита, с вами был Фла-Ла-Ла, Ака Грин и Джо, это канал Крипто Комманс. И до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok